Все изменения героев, в принципе, аганимов, очень интересные. Думаю, что все это уже не раз обсуждалось, но так как это все-таки новый патч, здесь еще все не переиграли на всех героев, и вообще непонятно, какая будет мета, и вообще непонятно, что будет дальше, как дота будет меняться. Я заметила такую тенденцию в Вауэ, что они, например, в одном глобальном патче они сильно стараются изменить героев, во втором глобальном патче они пытаются слишком сильно изменить мету, переработку золота, опыта и так далее. В глобальном патче они пытаются больше изменить ландшафт, что-то в этом духе, постройки и так далее. Но вот здесь мы смотрим, что в основном был глобальный патч именно на предметы, потому что именно предметы, выпадающие из нейтральных крипов, они сейчас сыграли, наверное, самую такую главную роль в обсуждениях, вообще на всех форумах, в видеообзорах и так далее. Да, понятно, изменились некоторые герои, там, например, Марс, вот из нас, из интересных изменений, из всего, что я вижу. Здесь булворк был переработан, теперь ты можешь прожимать эту способность, и, допустим, там, не знаю, снаряды какие-то, которые будут направлены, допустим, того же самого Огрман, который сейчас стоит рядом, будут в большей части лететь именно в Марса. Способность можно включить, запретив героя атаковать и заставлять его смотреть в определенном направлении. При этом он передвигается на медлинии и перенаправляет на себя 70% снарядов атак по союзникам. Это из интересных изменений. Что у нас еще из интересных изменений? Сейчас очень многие саппорты особенно приобретают себе, ну, даже не тоже саппорты, баклер вначале, это, в принципе, тоже очень полезно, и там, наверное, в сталкерах и так далее. Достаточно часто можно увидеть этот айтем. Еще из интересных изменений, это, конечно же, Эрзершок. Да. Ты можешь теперь на Урсе прыгать. Ты тоже очень забавно показывал саганимум. Ярослав, вот, если вы смотрели его обзор патча, забавно. Эрзершок я перепутала, да. И вообще это тоже выглядит очень интересно. Так, Оракл. Ну, Оракл, в принципе, таких прям глобальных изменений у него нету, поэтому здесь, наверное, все-таки самый такой измененный персонаж, это Марс. Вообще непонятно, что делают с Рикки. Тоже, кстати, вот хотелось бы обсудить, но пока Рикки не бикается на профессиональной дата-сцене, мы его... Мы его, наверное, так трогать и не будем. Так. Стандартная пауза. Наверное, все, кто смотрел... Раньше это было в Китае популярно, но Южная Америка, скажем так, по своим законам живет. Поэтому, ребят, не обращайте внимания. Здесь ничего... Ничего необычного нету. Вообще, если честно, я вообще в Южной Америке, наверное, ни одного матча, в начале особенно, квалификаций, они не проходят без вот таких проблем, потому что там проблемы с интернетом. И с этим уж ничего не поделать. Как бы мы можем на это обижаться, когда вы говорите, вот опять пауза, неужели ничего не могли настроить? Ну, это немного... Есть в этом, конечно, доля правды, но на самом деле это всего лишь доля, потому что по большей части это проблемы с подключением и так далее. Даже сейчас, если вы обратите внимание, особенно после нового патча, когда вы заходите, очень много игроков перезаходят в игру, потому что падает FPS резко, и так далее. Наконец-то мы готовы играть. Смотреть из самых последних изменений, самое важное, наверное, которое стоит обсуждать, что предметы первого кира выпадают после седьмой минуты. Думаю, что это интересное изменение, от которого очень многое зависит. Но вот почему раньше предметы выпадали после пяти минут, и почему, например, это важно. Например, на саппорте, который может фармить леса, наверное, самый идеальный саппорт для этого дела, это Crystal Maiden, которая, в принципе, могла пойти за баунти-руной, уже не сюда, а вот сюда. Сходила за баунти-руной, пятая минута, и пошла вот этот спам, там, не знаю, заформила, или еще какой-нибудь. Далековато сейчас, конечно, идти, но что тут поделать. В любом случае заформила, и вот у него какие-то уже предметы появились. Не знаю, вот пока еще распределение не совсем понятно, кто идет как в форме леса, и как распределяется в пабликах там. Не все делятся предметами. Здесь же понятное дело, что каждый предмет, который выпал, он будет идти на команду в плане даваться тому, кому он там больше всего нужен. И зачастую это бывают саппорты. Например, тот же самый, не знаю, там, если на скай, к дальности атаки, там всякие вот эти вот к дальности применения способностей, например, на Дизрапторе. Вот это очень хороший предмет для него. Так, две руны достаются пейнам, две руны достаются бестам. И лайнинг у нас в следующем. Темпларка против Сефа. А на пути Марс и Огармак против Урсы и Оракла. Ну, как по мне, честно говоря, Урса должен съедать этих героев. Несмотря на то, что Марс был переработан, давайте все-таки обратим внимание на то, что Урса милишник и за своей пассивочкой он на самом деле слишком хорошо атакует. Слишком больно выгрызается. Почему часто оставляют Урса там против Тимбера, против Найксов. Это один из немногих героев, который, правда, может подставить против Манки Кинга, спокойно его убивая. Кстати, вот против Манки Кинга там еще нужно неплохо постараться, но тем не менее, Урса, мне кажется, выглядит посильнее. Главное, что у него есть поддержка отличная в лице Оракла, и они должны эту линию отлично отстоять. по крайней мере, это тот кэри, который будет фармить на линии, а не будет, знаете, там загноблен и так далее. В миде СФ против Тимбарки, но Тимбарка, конечно, должна особенно в начале доминировать, когда у СФ там 49, то Тимбарка 68, и вы сами понимаете, насколько Тимбарочка в начале должна пытаться вести себя агрессивнее и так далее. Понятное дело, она сначала его не убьет, но тем не менее. Эти курьеры новые, очень забавно за этим всем наблюдать. Вообще, никогда не думала, что в доте у каждого может быть свой курьер. А вот, кстати, про сблат у нас, который, в принципе, был ожидаем. Но здесь, во-первых, Оракл застрял, во-вторых, Урса забирает, Оракл забирает, простите, Урса уже забрал, да? Урса забрал про сблат, 287 золота и топорик стики. Отличный выбор артефактов начальных. Некоторые на Урсе вначале покупают Орвы веном, это было очень популярно раньше. Вот мне интересно, как сейчас будут его собирать. Ну, думаю, что с тем, что выпадают новые артефакты, все забудут про какие-то Орвы веном на старте игры. Прошу прощения. Или, например, не знаю, опять же, сейчас же Пурманшилл тот же, было бы неплохо, чтобы выпал. Ну, до седьмой минуты еще много времени, поэтому придется пока формить на линии и уже потом подумать о лесах. Притом, очень круто, если Оркл подстакает, чтобы эти самые артефакты выпали как можно быстрее. И, например, чтобы потом он с вами пошел, не знаю, дал свои три райза и сразу себе что-то хорошее получил в подарок. Например, что-то абсолютно бесполезное, там, 250 кмани или, знаете, какое-нибудь что-то в таком духе. Так, Огрмак имеет вард. Решел мешать сделать отводы. Летит на топ у нас уракл и тем самым оставляет Урсу с Рубиком. Они решили поменяться. Решили, чтобы поддержка от Оракла более важной, нежели от Рубика они смогли нападать. Здесь, видимо, они хотят более агрессивно играть. С Рубиком ты можешь себе это позволить. Посмотрим. На СФ и переключаемся в мид. 16 на 5, 22 на 3. Ну, знаете, неплохо. Правда, сейчас, кстати, СФ может ошибиться. И если бы у Тепларки был сапог, она, скорее всего, бы его убила. У нас сапога не было. Пока у нас Курьеры все живы-здоровы, вроде бы, никто не терял урса 3 уровень. Видим, что самое важное хоста появилось. Хоста забирает перед лицом у Тепларки. Кстати, если бы Тепларка забрала хосту, насколько важен был контроль этой руны. Если бы Тепларка забрала хосту, очень вероятно, что она смогла бы сапог убить. У него не так было много хп. И, соответственно, Тепларка 5 уровня вполне могла бы попробовать это сделать. Странно, что оркл, ну, вот видите, стак у нас уже имеется. Скоро, кстати, близится пятая минута. Оркл перемещается вниз и они как раз могут попробовать напасть. Те более тут будет райдер, если он потратит свой файрфлай. Оркл уже показался. Знает, что здесь 3 героя. Марс продолжает играть агрессивно, понимает, что сейчас, скорее всего, будут драться за баунти руны. Оркл. Сюда подходит еще и Рубик и поднимает поднимает, не успевает, поэтому оркл забирает у нас руну, но зато Кингарди может попытаться подраться за бот. Нет, не подключается, но по рунам 2-2. Такая же ситуация, как и на первой паунти руны. Теперь только уже не по 40, а по 50 золота достается. Так, пятая минута, как я еще раз напоминаю, теперь у нас только седьмой минуты, следим за новыми артефактами. Кстати, вообще это очень добавило для комментаторов работы, потому что, знаете, когда кто-то фармил леса, мы такие, ну вот он фармит леса, и как бы в этом ничего интересного нет. Но теперь то, как качественно и как быстро фармливаются артефакты, это на самом деле тоже очень важный момент, можно так сказать. Так, здесь фейзы появились, нападение на оракла, но нападение заканчивается смертью Марса. Сейчас бегут за Рубиком, пытаются максимально он выиграть время, и сейчас подходит Урса, клапнуть он в принципе не мог, но без клапа они отлично поправляются, и вот счет становится 3-0. Пока Абитсы чувствуют себя очень уверенно, только вот Джакира на топе погибает, фраг достается у нас Тинни. Вообще достаточно необычный выбор первой позиции, хотя на самом деле в новом патче ты уже видишь Найкса на пятерке и на четверке, и ты вроде бы уже ничему не удивляешься. То есть вот когда берут Найкса, раньше ты в принципе точно мог сказать, что ситуация когда его отправляли в мид, она там просто крайне редкая, там при определенных вообще сложившихся ситуациях, ну не знаю, там кто должен быть в миде, чтобы прям против себя Найкса отправили. Может какой-то, хотя в принципе были варианты, но не так, не так часто, согласитесь. Ты обычно понимал, что так, это Найкс на первую позицию, куда же его отправят. Понятно, там с саппортом пятой позиции, на легкую, скорее всего, с Найксом нападать и то ли, разве что триплой, наверное, можно, и то это был не самый популярный герой в предыдущем патче. А сейчас ты смотришь, тройка, четверка, пятерка, все что угодно можно на этом Найксе делать и в принципе в этом. Так, кстати, что у нас? Седьмая минута и вот седьмая минута это время для СЭПа. Следим, следим, следим за ним. Время для Темпларки. Кому же повезет быстрее. Нам нужны не забываем Крастаки. А вот кому повезло. Вот, кстати, шмот у нас первый выпал. Это Кин Оптик. Помните, я говорила про в принципе неплохой артефакт для какого-то дизраптора. Темпларочка очень далеко идет, но Джекки Роса она не особо пробила. Тем более, он такой достаточно плотный, плюс у него брусерок и стики были. И Кин Оптик достается у нас Огрмагу. Идеальный выбор. То есть, во-первых, у него и так ботилка была в плане с маной. Ага, так, секундочку. У нас дальше пошли за Ораклом. Очень агрессивно на самом деле пошли за Ораклом. Так, у нас была базилка, увеличивает восстановление маны на 1.25, а здесь еще один к восстановлению маны и 75 к дальности применения способностей. Кин Оптик, запоминайте. Я думаю, что многие еще все артефакты не выучили и я для себя сама, например, этот артефакт я хорошо знаю, но вот на третьем тире у меня вообще проблемы. Я, в принципе, несмотря на то, что я специально старалась там поиграть побольше, что-то разобраться, пока это выглядит очень странно и многие способности для меня лично окажутся просто каким-то невероятным, там, типа, соединение даггера и там метеоры это вообще просто что-то с чем-то и выглядит забавно. Но, тем не менее, смотрите, темпларка спряталась, отменили телепорт. Уже как-то более агрессивно пытается играть Пейн с темплара Сассиан, хотя это немного странно. Темпларочка выпал Пурман Шилд. Обратите внимание и вот у нас все предметы есть. Ага, и вот нападение на Джекира. Биспер ошибается, здесь его уже не отпустят в любом случае, хотя он фласочку такой подвыпил, пытался выжить, но, тем не менее, ответка от Пейнов была достаточно серьезная. Они потеряли два раза подряд Джекира, Оракл немножко подфидонил и уже смотрим 2000 преимущества за Пейнами. Так, а что у Урсы? У Урсы будет интересное решение. Он просто приобретает себе Яшу. Будет Саша Яша. А чаще всего дадили сам наверное неожиданных фактифактов, которые я могла представить. Но что-то поделать. Решил статы попробовать. Хорошо, Оракл. Так, процесс. Как-то по артефактам выглядит все пока. Вот, даже обратите внимание, здесь нет ничего. А здесь у нас Фурман Шилл и Брум Хэндл. 35 дальности атаки. О, движ на бою. Это замечательный артефакт на самом деле для Тинни. И, кстати, Тинни сейчас начинает все больше и больше играть. Более агрессивно играть. А Айрон 3 ребятам появился. И смотрим. То есть здесь ничего. Здесь ничего. Я ничего не пропустила. А может я пропустила какой-то артефакт, который съели. Я ничего не пропустила. А здесь например помощи уже и Фурм Хэндл. Так, у нас Лассо на Рубика. И он играл копье. В принципе Рубик еще даже пережил, но он далеко зашел. Поднял у нас Хэтрайдера. Никак-то не помогло ему. Тинни. Один. Очень хорошая гречка. От него помощи никакой. И так в принципе справились. Сейчас Тинни отправится до верно. 433 золота занаводали. Уиспер выгрызается в Огрмага. Отлично получается его забрать. Теперь проблемы у него самого. Переключается Темпларка на Сэппа. Айсепаст неплохой. Подморозили Темпларку. Сейчас у Темпларки будут проблемы и ПМИ здесь пропедонили. Правда Сэпп погибает, но идет Темпларка до конца и справляется просто со всеми. Темпларка сейчас не остановит. Это будет легкий трипл килл для нее. Так она и есть. И она прям не скажет что с грязью с понятием и до этого момента все было очень даже неплохо. Плюс 3000. Сказалось странно на самом деле замес. Хорошо. Так значит у нас погибли все, но Урса не дрался. Урса там сейчас на боте погибает и если он погибнет или вторая смерть, а как вы видите он погибает. 260 золота с него дали. Но опять же я хочу отметить что ничего из артефактов. А вот он наконец-то это трассе шоу с наверное силой света так он сейчас его как раз немножко бафнули поделился этим трассе шоу с ораклом его бафнули в плане теперь ты можешь копать не каждые 70 секунд а каждые 55 и изменили шанс выпадения потому что вот смотрите баунти раньше выпадала с шансом 25 так же как допустим шанс чтобы выпала фласка это вообще нелогично чтобы ты выбрал фласку или баунти очевидно ты выбрал баунти и теперь ну в принципе шанс такой же а здесь теперь у баунти шанс выпадения 16 город лучший это вообще просто какой-то разрыв они идут вперед ничего не боятся чесэп пытается раз на конца но погибает так же в арене была неплохая арена это минус 4 от пыльнов и сами они потеряли только лишь бэтрайдера а это время для того чтобы пойти на рошана дебарка с дизолем с танчущим марсом спокойно может себе это позволить и как вы видите позволяет ведь тем более тине вот просто что это ну вообще вот этот артифакт реально очень хорош для тинюка чтобы он там бил в хорошем я вот кстати вот даже придумать наверное не могу сейчас персонажа кому он лучше подходит чем тине не знаю на урсе он в принципе неплох вот наверное мне кстати вот на самом деле вот лучше он на нем наверное да но для тини это вообще максимальный идеальный факт особенно для первых так у нас нахладим бэтрайдера бэтрайдера немного перенаглел в принципе здесь только его ошибка была 817 7000 пайнов нельзя ни в коем случае отдавать даже бэтрайдера так хотя на него отдали 195 золота ну там четко много кого убивал так не сам лучший аспас нападение было на рубика на рубику выживать под сейф от оркла работает блат приобретает у нас мак так отлично копьем минус оркл арена ну все и сах уже отлично отлично кстати был аспас от джекира немножко помог выиграть время но по факту это все равно не спасло эсэфа и минус 3 достаточно простые от пайн гейминг неожиданно мне казалось что битцы будут играть чуть бай серьезнее а сейчас как-то особенно если честно они показали в следующем турнире я не ожидала такой ситуации а он пост захвачен захвачен да очень хороший импакт носит на самом деле марс после того как его в предыдущем патче наверное ну согласитесь когда вы видели марса чтобы его так брали здесь его прям берут и используют очень неплохо не помню чтобы вот я конечно смотрю что происходит параллельно там на других стримах но все равно не успеваю смотреть всех героев кто на ком играет насколько часто банится понятное дело ты там знаешь что вот лондруид сейчас часто банят а вадон какие-то такие герои но вот марс он все-таки интересно как его будет реализовывать и вот пока кайны показывают как его нужно правильно использовать ой так отличное копье нападение на усу прожимает ультимейт но у марса имеется арена арена которую можно было бы поставить и вот ее ставят джакера отличный ультимейт только марс спокойно уходит копье о в принципе без копья просто щитком его бросила и забрал рубика идет под ультимейт курса понимает что здесь конечно курсы жизни не должны дать сейчас за ним вернуться но он правда смог забрать бедрайдера но согласитесь ребята потерять бедрайдера это наверное не самое важное что могло что в принципе что могли потерять бейны в такой ситуации оракл зис светл выжил потеряли тавер и идут дальше преимущество уже 12 тысяч на 17 минуте это очень-очень много и первое что хочется отметить в такой ситуации что даже с байбеками им будет очень сложно дефать но спик очень агрессивный ой кстати тут еще вот это один из моих любимых артефактов которые выпадают во первых он настолько хорош во всем вообще показателям то есть ты здесь можешь отжираться своими способностями для Тили это очень круто у него реально очень хорошие способности плюс обзор ночью он изначально был представитель он изначально был 450 немножко ластил по фиксели а ластил сделали больше 10 до 14 а вот именно ластил от способностей немного по фиксели 10 до 8 процентов не знаю все по-разному называют кто-то фланги там вампир что-то в таком духе просто тут наверное вампир спанк я даже не знаю как это будет потом в простонародье придумывать ему название но в любом случае очень хороший артефак бедрайдер лассо здесь уже забрали рубика а замечательная аена в принципе здесь уже понятно что урса как бы он под своим ультимейтером не ходил чтобы пытался сделать как понимаете это не будет работать 14 тысяч преимущества есть байбеки но уже в этом нет никакого смысла с целятором топларка очень быстро ломает но еще аэгис аэгис даже аэгис не выбери и от пыльнов это качественная уверенная первая карта даже без каких-то шансов для своих оппонентов они тоже это понимают они пишут good game well played с чем я поздравляю первая карта очень уверенная пыльнов вообще неожиданно для меня лично я думала что пцы выступят гораздо лучше чем то что они показали но это всего лишь только начало первая бодва серия посмотрим что у нас будет на второй в принципе можем посмотреть что были за артефакты кому что давали то есть вот еще broom hantel дали еще раз напоминаю тине vampire's funks дали тине keen optic дали сначала ogre магу потом дали батрайдеру в принципе в этом опять же 75 к дальности применения способностей то есть ему с лосо это в принципе проходило очень даже неплохо purman shill был был у тампларки изначально потом она его подарила тине но он отказался им пользоваться у него тут покруче артефакты выпадали а вот например у битцов ситуация крайне неприятная по артефакту то есть да trusty show в принципе неплохой артефакт но достаточно поздно появился и реализовать себя как правило не успел да и не настолько он полезен да и вот гламси нет то есть ты на урсе не знаю насколько ты хочешь иметь этот артефакт потому что ты кидаешь сеть которая сковывает на 2 секунды врага но и тебя и как бы ты не можешь сам дойти поэтому не знаю насколько это хорошо разве что сбрасывать потом ультимейтом ну если в этом смысл как-то так наверное должно то есть ты должен кидать сетку потом прожимать ультимейт и если ты за ультимейт не убиваешь то вот у цели появляется возможность уйти ну может и сработает хорошо будем смотреть на второй матч пока музыкальная пауза пауза